Джон Маккай, Рон Маккнайер, Джозеф Пасквале. Судьи и Рикардо Вера, рефери в этом бою. И первым представляет гостя из Кении. 20 побед, 6 поражений, 13 боев выиграл нокаутами. Самсон Аньенго. И в красном углу 36-летний венгерский боксер. 31 победа, 17 боев нокаутами, ни одного поражения. Жолт Эрде, бывший чемпион мира в полутяжелом и первом тяжелом весах. От этих поясов он был вынужден казаться. Как раз это было связано с ее проблемой с менеджерами, промоутерами. Вот его дебют на американском ринге. Надо сказать, что африканские бойцы, если и не отличаются филигранной техникой, хотя всякие попадаются, но в основном из таких стран, как Кения, Нигерия, может быть не самые лучшие технари, но бойцы в любом случае очень неудобные. Очень часто. Во-первых, в большинстве случаев хорошие физические данные, скорость, мощь. Во-вторых, вот эта корявость природная, техническая, сочетается с природной пластичностью. С взрывными качествами, жесткостью. Поэтому часто бывает даже хорошему, грамотному, школьному боксеру, скажем так, достаются не самые приятные минуты в боях с африканцами. Пропускает резкий левый хук, а не Янга. Это как-то так немного странно, как будто разбалансированно уходит от удара в Кениц, но иногда весьма удачно. Тем не менее, когда я говорил о том, что не самые удобные соперники африканцы, их очень часто подводит вот такая некоторая бессистемность в действиях. Какие-то вещи делают удачно, но все как бы по наитию. Стиль интуитивно-хаотический. Это нестандартная, мягко скажем, защита у кенийского боксера. Но в гибкости, конечно, ему не откажешь.